Девушки отдыхают 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 Что печалишься, о король, услышал он, но никого не увидел. Кто там? Спросил он. А после понял, что это изрекло огромное старое дерево, древнее, почти как сам Иллер. Хрейдмор уселся на его коре и сказал, что боится оставить своих подданных без должного наследия. Древо так растрогалось, что начало лить слезы и сказала Хрейдмору, «Выпей их, король, и позабудешь о тоске!» Дот взглянул на траву, на луга вокруг и на листу дерева. Ясно было, что дверги счастливы и любят свой цветущий край. Он и был наследием короля. Хрейдмор понял, что больше ему ничего не нужно. Спокойно вздохнул и попросил дерево отдать свой дар земле. Слезы счастливого дерева питали землю. И через девять лун под сводами дворца Хрейдмора раздался детский плач. Дверги еще долго оставляли дары у корней плачущего древа в память о безмерной доброте Хрейдмора. Все придет в свое время, дружище. Надеюсь. Ты жаждешь истории о Сварт-Аль-Фахейме? Не только тебе достались грезы о басах. Как, тебе тоже? Нет. Но я помню, как сильна была их власть над теми, кто был мне дорог. Это... Это был Сигурд? Не важно. Ты будешь слушать? Жил на свете дверка Рудокоп, который любил только свою работу. Ничего, кроме нее, он не знал и не хотел знать. Однажды он услышал странный звук. За всю свою жизнь на северных рудниках Вангрена он не слыхал, чтобы камни пищали. Он долго не обращал внимания на писк. Но шли часы, а звук все не утихал. И вот Рудокоп не выдержал. Он расколол камень на части киркой и увидел белку. Она застряла в щели под камень. Бедняжка страшно устала. Она тут же залезла дверку в городу, где проспала бедня. Когда дверк проснулся на четвертый день, то увидел рядом плоды и орехи. Подарок от белки. Первый подарок в его жизни. Так у него появился друг. Белка привела дверка к скале посреди озера. Там он сидел и удил рыбу на ужин. А белка играла в ветвях. Как-то ночью старый дверк забремал над удочкой. Во сне он улыбался, радуясь, как вверху пищит его друг. А когда взошло солнце, дверка уже не было. Он вновь стал камнем. Улыбка навеки застыла на его лице. А что, белка? Она осталась с ним. Ждет, пока ее друг наконец проснется. Совсем как он ждал ее пробуждения. Сигурд, значит, не все потеряно. Эйвор, что с тобой, друг мой? Неужто Валка перестаралась со своими особыми зельями? Меня тревожат видения Бодини и Свартальфахейми. Они захлестывают разум, точно потоп. Ага, прямо как Тор затопил Свартальфахейм. О, вечно сперва делал, а потом думал. Он всюду бродил, был скорб на расправу и чуть что хватался за Мьольнир. Однажды он бился с великаном в Йоттанфейме. Да так, что последний удар ощутили все девять миров. Земля сотряслась. Вросли горы. Разверзлись ущелья. А к северу от свала дали. Озеро под Иктрасилем вышло из берегов и затопило весь Свартальфахейм. Король Двергов действовал быстро. Вместе с подданными он выстроил три огромные дамбы, которые задержали бурный поток. Один строитель до того изумился, увидев, как король трудится наравне со всеми, что поскользнулся и упал в воду. Без промедления король Хрейдмор прыгнул сначала с коня, а потом с дамбы и скрылся в разъяренном потоке. Строитель и на помощь позвать не успел, а его уже вытащили на берег. В Дверге возвели две гигантские стадои, по одной на каждый героический прыжок. И стоять им до конца времен. Да Рагнарёк, а? Да, у всего есть последствия, как круги на воде, когда бросишь камень. Или раскроишь мьёльниров, башку Йотуна. И неважно, предсказано это было или нет. Я боюсь, мой рассказ лишь встревожил тебя. А, нет. Добрый рассказ даёт пищу костру ума. Спасибо, друг. В каждой легенде есть доля правды. Что же можно найти в тех местах Свартельфахейма, о которых там говорится? До свидания. Продолжение следует... 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 Ты хотел завладеть силой света? Силой моего сына! Тогда бы ты стал разрушителем миров, но теперь ты слаб. Его свет поглотит тебя! Силой моего сына! 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 Распахнутся, и турсы хлынут наружу, требуя отмщения за своего короля. И вспомни о Сутунге в Йотунхейме. Думаешь, он упустит возможность отплатить за обиды? За месть придется платить Хави. Жизнью и всем, что тебе дорого в этом мире. Так меня ждет бой? Я ни разу не проигрывал. Ты знаешь о Клинке Сумерек? Это меч Сурта? Тот, что рассечет небеса и начнет Рагнарек? Он у Сурта в глотке. По пути сюда я видела луч света, бивший в небо из башни. Он рассек небеса. Твоих рук дело? Рагнарек пришел не из-за Сурта. Он начался... По моей вине. Хюракен... Будь так добра. Разве я мало для тебя сделала? Это важно. Для тебя. Отправляйся в ту башню. Там среди пепла ты найдешь чудо альфской работы. Забери его. Зачем? С ним ты сумеешь спасти того, кого лишилась, и хочешь вернуть. Но сперва нужно выпустить всех хуг, что внутри. Я уже знаю, как спасти любимого. Но этот способ куда лучше. Иди. В чем подвох? Тебе плевать на ее любимого. Мне не плевать на Бальдра. Если она освободит его, то он получит возможность пережить Рагнарек. Я увижу мир после Рагнарека. Но, увы, уже иным и в ином теле я не забуду эту жизнь. Ни один миг. И всегда буду помнить, как Один, сын Бора, отец Стора, был мной. Неплохо, Локи. Скоро мы сразимся. Очень скоро. Тебе лучше уйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Пришло новое послание. 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 Пришло новое послание.